Дорогие друзья, мы находимся на территории детского курорта ВИТА, где проходит выездной семинар повышения квалификации. Сейчас я вам предлагаю послушать важную информацию, как раз таки от главного организатора, а потом вам буду показывать, что здесь будет происходить, какие активности есть. С левой стороны от меня это новый корпус, называется Аврора. Я уже побывал внутри, оценил его масштабы, это, конечно, очень круто. Это четырехзвездочный по-взрослому отель, но только для детей. Вот такой. Всем привет, меня зовут Анастасия, я являюсь одним из главных организаторов данного проекта. Сейчас я нахожусь в замечательном санатории ВИТА в Горячей Анапе, где у нас происходит выездной семинар кадровой школы продвижения. Именно здесь, на этой локации, мы собрали более тысячи участников абсолютно с разных регионов, но большинство из них из Краснодарского края. Также у нас есть ребята из Москвы, Саратова, Волгограда, Питера и многих-многих других городов. Мы рады здесь всех абсолютно приветствовать. На протяжении нескольких месяцев наши участники в очном и заочном формате проходили обучение. Либо на онлайн-платформе, либо в образовательных учреждениях, с которыми мы сотрудничаем. По окончании обучения абсолютно каждый участник будет получать у нас лицензированный сертификат вожатого, либо сотрудника сервисного направления, что позволит нашей молодежи работать на Черноморском побережье. Мы рады здесь всех видеть. Мы пригласили участников на данное мероприятие для того, чтобы они погрузились в атмосферу детства. Помимо участников мы пригласили замечательных спикеров из разных сфер, чтобы они привели настоящие образовательные блоки и было намного интереснее. Помимо прочего, у нас здесь происходит развивающая, развлекательная программа, где наши участники просто невероятно проводят время. Также к нам на территорию нашего лагеря ВИТА приехали почетные гости, которых мы сегодня встречаем абсолютно всей командой. Для них была разработана программа, по которой мы сегодня с вами пройдемся. На пляжную территорию идет наша делегация гостей. Здесь у нас находится зам губернатора Рупель Александра Александровича, мэр города Анапа Василий Александрович Швец. Уже все деревья озеленились, цветет лох серебристый, создает невероятно нежный цветочный вкус. Очень классно. Дошли до пляжа. Здесь участники приветствуют гостей и списковичок. Раскуйте! Раскуйте! Инструктаж по спасению на море перед вами. То есть как готовят будущих спасателей, наших деток. Подняли руку, готовы? К второму хрисовскому воспитателю вы заходите в воду. Наш песковичок, красавчик. Когда я смотрю на дрон от третьего лица, то есть это как рука для спасателя. В чем специфика? Здесь постепенно уходит дно, и люди заходят купаться реально далеко. Пока до них спасатель доберется, то есть может произойти непоправимое. Чтобы этого не произошло, соответственно, мы берем, сбрасываем жилет, и человек дожидается спасателя. Те, которые будут купаться, имитировать отопающего, и, соответственно, продемонстрируем сброс. Добавлю, как факт, результат такого взаимодействия. Проделся такой проект. У нас оборудование работает на центральном пляже. Мы открываем основную зону, примерно километра, тремя спасательными вышками. Наш неокрс стоит не только в сбросном механизме, на самом бывающем жилете, а как раз таки в том, что ребята научились спасательные вышки позиционировать на воде какой-либо объект. Это сложно. Когда у вас нечем в глаза засыпиться, техника тоже не может рассчитать, куда конкретно нужно лететь. Они научились делить водную гладь на координаты, на сетки. Соответственно, дрон в полностью автоматическом режиме, сегодня мы в излышке работаем, в ручном режиме, по сути, оператор доставит. Но так в автоматическом режиме дрон может, вернее, лететь уже в заданный квадрат. непосредственно там, где происходит какая-то чрезвычайная ситуация. И без шуток, как бы двоих, для жизни насчитывают машины уже спасены. Заходит имитация. Мы надеемся, что они быстро спасутся. Тест дрона спасения. Имитация утупающего. И ребята позиционируют. Так, прям четко скинули. Очень молодцы. И дальше уже при помощи спасательного жилета происходит спасение человека. Дальше к ним уже выдвигаются спасатели и забирают его. То есть простой спасатель будет гораздо дольше добираться до спасаемого. Вот такая вот демонстрация. Выглядит как бы очень круто. Вообще молодцы. Честно, результатом я прям удивлен. Управление FPV-дроном на высшем уровне. Красавчик. Что, скажите? Отлично. Человека спасли третьего. Нет, супер. Основное нужно это в гражданском спорте. У нас огромное побережье. У нас очень много лесов, которые тоже, с достижением пожара, наблюдение за ним. Я хотел еще добавить. Ну, так как у нас здесь, ну, по сути, сбросник. Я, к сожалению, не нашел эту капсулу. В существует капсула для пожаротушения, которая, разбиваясь, поглощает кислород вокруг себя. И где-то в районе 15-20 квадратных метров. Соответственно, то есть этот сбросник можно модифицировать для сброса с прямого полета. То есть забрасывать в помещение и так далее. То есть здесь немного пислород, естественно, пришло к извоенной сфере эти виды сбросов. Ну, скажем так, здесь грузоподъемность 4 килограмма. Спасибо вам огромное! Довольно-таки крутое мероприятие по поводу FPV-дрона. Я очень порадовал, конечно, и пилот его. Молодец парень, летает круто. И сам дрон, это девятка. То есть у него грузоподъемность очень неплохая. То, что он еще рассказал, это звучит многообещающе. Тем более я своими глазами впервые увидел, как используют именно дроны для спасения. И именно FPV. То есть это недорогие в производстве. И вполне вероятно, что ими могут спокойно оснастить все пляжи. Ну, а FPV-пилотов у нас уже очень много в стране. Думаю, что будет еще больше. Сейчас будет баскетбольное соревнование команд. Тут две команды будут, ребят. Ваша задача – выбрать себе команду. Я думаю, Вероника, очевидно, баскетболист. Я ее забираю. Мы точно победим. Мы точно победим. Даша, наша, наша! Города! Города! Пошли, ухты, шты. Давай, давай, оп! Давай, давай, оп! Кто лучше, зайдем победе, нас придет! Молодец! Оп! Молодец! Оп! Раз, два, три. Все, ребята, не подчем. Победила дружба. Неважно, для результата главное – участие. Так всегда, друзья. Следующим этапом мы идем осматривать как раз-таки корпус Аврора. Я его уже увидел. Какой он классный. И теперь покажем его уже и вам. Там очень круто внутри. Четырехзвездочный отель, кстати, все. Для взрослых такой же дом для детей. Вот, что мне хотелось вам показать. То, как выглядит раздача в столовой. Это уже прям в живом формате. Мы пришли посмотреть, как питаются дети. У них тарелочки на шведском столе. Они себе выбирают все, что хотят. И потом садятся уже за столы. Желаем им приятного аппетита. И теперь посмотрим полностью раздачу, как она выглядит в рабочем моменте. Тебе компот, да? Первое блюдо. Пирог осетинский с картошкой. Вау! Вот это, да? Нужно увидеть, что есть. Курицы, курицы, тевтели, котлетки. Здесь печень, греча, рис, макароны. Салаты на выбор. Пить, проходи. Дети показывают, какие и уже пробуют. Здесь овощи. Хлеб тоже разный, имеется. Ну, здесь также первые блюда. И причем, что раздача, ребята, не одна. А здесь, с нашей гостью, раздач несколько. То есть, здесь видите, что дети не толпятся. Всем всего хватает. Потом спокойно проходят, садятся. Там уже чайные станции, соки наливают. И то, что им может понадобиться. Аппетит, это как бы я аж прям покушать захотел. То есть, ограничений в виде нету. Вкусно или нет? Максимально. Это самое главное, что может быть. По первым блюдам здесь соленка и суп лапша. Такие моменты, когда ты видишь, как дети питаются, действительно становишься счастливым. Потому что вот самый главный показатель, что все себе взяли, что хотели, сели и едят. А здесь находится зона, в которой моются руки. И дальше уже дети приступают к пище. Идем дальше смотреть. Поднимаемся в такой центр, где находится IT-кластер, с другой стороны медиа-центр. Здесь конференц-зал расположен. То есть, это все такое пространство светлое с видом на море. Там было представлено по виноделью. Не стал снимать, потому что мы снимаем про детский курорт. Но рассказали очень интересно. То есть, мастер-классы официантов. Ну что ж, следующая пошатка. Здесь я тоже передам слово профессионалам. За столами сейчас работают ребята, которые, с одной стороны, захотели преподавать робототехнику 3D-моделирования в лагерях. Плюс мы пригласили несколько участников со стороны, которые вообще в этом ничего не разбираются, но хотят об этом что-то узнать, чтобы просто популяризировать это направление. Иосиф Дмитриевич для ребят, Иосиф для нашей команды. У них кадровые школы. Бесконечно интересно. Это 3D-моделирование, это робототехника, это IT-технология, это киберспорт. Команды наших партнеров, это ребята на сквич, это команда Joe Robotics, те люди, которые делают сами эти роботы. Когда даем роботов, обучающих на базе системы, типа, плюс. Наш основной ходовой товар, это робот-вод, очень-очень нравится детям. Этот шилд мы сделали сами, то есть это, собственно, производство. Можно его включить и он будет двигаться. Добавить то, что это запрограммирован сам ребенок. Вы говорили, я вам запрограммировал, что он входит в полностью напечатанную модель на 3D-принтерах, которая находится сзади вас. То есть полностью все своими руками сделано вот в России. И печатаем на 3D-принтерах, то есть корпуса этих роботов, и уже начинку ребята собирают в интерактах. Это полностью образовательный проект, который бесплатен для участников. Наши самые первые разработки для детей основаны на 8 лет. Не требуется пайка никакая. Ребенок берет, собирает. Как конструктор. Да, как конструктор. Печатается прямо вот такое. Не нужно ничего соединять, просто он готовый на шарнирах, пропечатанный весь. Детишкам подарки мы делаем так же. То есть, например, почему это важно? Наша миссия, чтобы каждый ребенок уехал домой с чем-то. Ребята, которые учатся прямо сейчас, делают вот такие вот таблички с логотипами Краснодарского края, Анапы, которые на церемонии закрытия мы сможем подарить нашим почетным гостям. Очень интересно и познавательно. Даже взрослым людям. Как раз собрали роботов, эти все наборы у каждого на столе стоят. Допрограммировали. То есть, это девочки сами сделали, собственно, наручно. Идут получать инженерные профессии в ВУЗ. То есть, вот такая профориендиционная робота. Моделирование. В игровой форме. Когда вы программируете робота, вы можете условно собрать его там из команд «беги, иди там, развернись». А если ты глубже разбираешься, ты нажимаешь кнопку и ты видишь код. Это прямо очень интересно. развитие именно для детей в том, что делают. Потому что дети здесь, уже на отдыхе, будут учиться программируетесь. Многое говорить. Хочу больше с вами пообщаться, пообщать вопросы и интересные вещи, пообсуждать. Сейчас, как раз-таки, идет момент, который записывать вам не имеет смысла. Но я сижу, слушаю, потому что интересно. Спикеры, то есть, гости, которые приехали к ребятам, отвечают на их вопросы. То есть, там происходит такой, как бы, лототрон. Вытаскивают бочонок. У каждого есть свой номерок. По нему человек задает вопрос. Вопросы звучат всякие разные. Самое интересное, что посмотреть, какая тишина в аудитории. Говорит только спикер, все слушают внимательно. Вопросы такие жизненные. Только что задали вопрос, допустим, какая у вас была первая машина. Важно и то, что интересует нашу молодежь, и то, что на это отвечает уже более старшее поколение. Ты посередине всего этого доходишься еще, такого пути. И это очень интересно, прямо в душе говорю. Так, ребятки, посмотрим вообще, как выглядит место размещения детей. Так, вот, номер на четверых человек. Тут, как бы, дети уже проживают со своей сплит-системой. С правой стороны имеются столы. То есть, как раз-таки, где они могут заниматься, они выдвижные. Места для хранения, большой шкаф. Здесь место, где детки вешают свою верхнюю одежду и обувь ставят. Смотрим, санузел. Вау! Вот так он выглядит. Санузел, причем, очень большой, просторный. Самое сердце этого номера еще, наверное, это огромнейший балкон с видом на море. Выходим. И посмотрите, какая красота. Вот оно, морешко. Солнышко. Ой, как тут хорошо. Я что-то под кондиционерами тогда сиделся. Там комфортная температура будет. Создавалось, кстати, очень удобный конференц-зал. Ну, сейчас на солнце прям почувствовал счастье и удовольствие. Как вам номер? Какого софита сверху? Красота. У каждого ребенка еще есть своя тумбочка. Я, как человек, который был в лагере, помню, насколько важно иметь свою собственную тумбочку. Как вам? Какой короче, что у участников невероятки. Что ж, теперь спецзадание. Желтым ступеньком. И... Так, ну что, я только что слышу, что позвать нашим кураграм. Давай, давай. Меня манили ее руки. Я стой, Сем! Я ее встретил и замер. Меня манили ее руки. И все вместе! До скорой встречи раздави. Что мы будем? О, боже, мама, мама, я вижу ума. Ее улыбка, мама. Сюда в колоколах. О, боже, мама, мама, я вижу ума. Ее улыбка, мама. О, боже, мама, я вижу улыбка, мама, я вижу улыбка. Отлично, кругую. А теперь... Я калей. Итак, самый любимый танец. Училипка, пусть он отец. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Ее улыбка, я не знаю. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я не знаю, 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 я 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 знаю, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А что самое интересное? То, что с вас было две с половиной тысячи! Ну, это благодарность всех людей, которые будут вас участвовать, ваших детей. Это очень круто. Спасибо всем ребятам, что выбрали эту профессию, потому что без серого флот не будет ни одного курорта. Давайте еще раз скажем спасибо. Громко-громко! Не все сфера. Для вас, тех, кто сюда приезжает. Добрый день, продвижение! Всего три года прошло с первого дня, как приехали сюда первые ребята из команды продвижения. Три года всего. А посмотрите, сколько нас много! Сколько много счастливых глаз, красивых улыбок, сколько много одинаковых симпатичных футболок и сколько много по-настоящему уже сильных профессионалов в сфере гостеприимства! Вот, правильные слова. Для нашего города, ребята, это особая радость и особая благодарность организаторам, в первую очередь, конечно, министерству курортов, в лице моего боевого друга, боевого брата. Вы здесь все друг друга уже, братья и сестры? АПЛОДИСМЕНТЫ Он в свое время инициировал, предложил, конечно, мы эту историю поддержим. Создавать мир, создавать что-то интересное и новое, благодаря тому, что над нами с вами сегодня мирное небо. А это все благодаря нашему президенту Владимиру Владимировичу Пучину, это все благодаря нашей армии, это все благодаря нашим парням, вашим, кому-то, я уверен, родственникам, друзьям, родителям, братьям, которые сегодня там, на передовой, сражаются за наше с вами будущее мирное небо. Награждение лучших учеников от мэра Анапы и замгубернатора государства. Хотел сделать и сделает это лично, поблагодарить у нас Василия Николаевича за то, что он нам предоставил это место, это первое. Во-вторых, за то, что он всегда относится с огромной неподдельной эмоцией кадровой школе и всегда нас приютит и всегда оставит здесь на этой площадке. Но и за тот профессиональный подход, который действительно обладает Василий Николаевич с точки зрения отдыха, детства, детского отдыха, ну и вообще сферы развлечений для детей, это супер. У нас впереди огромный летний трудовой сезон. Я хотел бы сейчас позвать на сцену Александра Александровича и попросить разрешения открыть летний трудовой сезон, чтобы вся эта замечательная команда вот в таком настроении дружно отправилась на работу лета в самое лучшее лето. Ваши аплодисменты, друзья. Барабанная дробь. Уважаемый Александр Александрович, Разрешаете ли вы, во-первых, считать семинар закрытым, а во-вторых, самое важное, считать ли открытым летний трудовой сезон и запустить всех этих ребят в самое лучшее лето? Ребят, я без вашей помощи не с командой. Давайте все вместе на счет три разрешаю. Давайте? Раз, два, три. И так, ребята, дан старт нашему замечательному летнему сезону. Давайте поаплодируем! Такое мероприятие, друзья, мы с вами посетили. Возможно, в голове немножко каша. Что это было? Зачем? Почему? Короче, друзья, сейчас там происходит ярмарка-вакансия. Ребятам предлагают места, в которых они могут работать после того, как прошли эти курсы, обучились и дальше. Это вожаты в санаториях, работа в сфере обслуживания в отелях. То есть это от них зависит тот уровень отдыха или сервис услуг, или уровень сервиса услуг, который вы будете получать в отелях. Потому что именно они рвутся вот с этим прям блеском в глазах, чтобы получать свои первые денюжки, чтобы сделать ваш отдых незабываемым, классным и прекрасным. Поэтому такие движухи – это просто фантастика. И ребята горят, и дай Бог, чтобы у них все пошло вперед. Ведь, как говорится, с этого маленькой первой работы начинается большая жизнь. Я им желаю всем и каждому удачи, дай Бог, чтобы у них все получилось. Вас жду в комментариях, поддержите ребят тоже, пишите свои мысли, эмоции. От души с вами был Юрий Азаровский.